Вечерние газеты писали о нем. Сообщалось, что причина самоубийства неизвестна, но уже к утру все прояснилось, и жители города узнали, что виной его смерти была неудачная любовь. Вечерние газеты писали о нем. Он любил Джульетту просто так. Он любил, потому что любил. Познакомились они в небольшой натрестолик и закусочной ее отца в Грэнч Вилледж. Джульетта стояла у белой кафельной стенки в красном платье. Это красное пятно ее платья на белом кафеле показалось Кларенсу его собственным сердцем. Позже он узнал, что белая кафельная стена была стеной огромной, как вагон печи, уходящий в глубину кухни. Возле нее каждые сутки далеко заполны чарудовали отец Джульетты, итальянец мистер Пауло Дагетти и ее брат Энрике, которого на улице чаще называли Рич. Они не могли больше нигде встречаться, кроме как в закусочной, где Джульетта помогала отцу и брату обслуживать посетителей. И Кларенса, конечно, скоро заметили и мистер Дагетти, и Рич. После разговора с отцом Джульетта попросила Кларенса никогда не приходить к ней в Грэнэдж Виллэдж. Она сама пообещала вырваться оттуда. Но вырваться можно было только совсем. Пусть он возьмет ее. Кларенс стоял у дверей закусочной. Джульетта смотрела ему в глаза. Возле печи в узеньком проходе ее ждал Рич, помахивая кухонным ножом в длинной руке. Выйдя из закусочной, Кларенс оглянулся. Увидел за стеклянной дверью худенькую девушку с черными до плеч волосами. И почувствовал, что не сможет жить без нее. Мистер Дагетти хотел положить конец опасным надеждам дочери. Окончив работу, он вышел во двор своего дома и увидел длинную тень, там, где лежала груда старых ящиков из-под макарон. То стоял Кларенс. Он был здесь, может быть, час, а может и гораздо больше. Он смотрел на окно комнаты Джульетты, чтобы увидеть ее. Увидеть и только. Мистер Дагетти подошел к Кларенсу и попросил его сесть на ящик. Мистер Дагетти было легче разговаривать с таким рослым парнем, как Кларенс, когда тот сидел. Ты где работаешь? У отеля Гамильтон. Мету улицу. Метешь улицу у отеля? И мою ее иногда. Так. Ты, наверное, не это хотел делать, Кларенс, а? Ага. Ты мечтал учиться? Угу. А кем же ты собирался стать? Почему-то врачом. Но ведь надо платить не меньше десяти тысяч долларов, пока учишься. Ага. Этого не заработаешь и за год, если даже подметать весь Нью-Йорк. Я тоже мечтал. Мечтал иметь свою макаронную фабрику. Для этого я приехал из Италии в Америку. Здесь я похоронил жену, так и не став фабрикантом. И Джульетта не дождется, пока ты станешь врачом. Лучше приходи потом. И я люблю ее. Тогда тем более. Прощай. Кстати, Рич может убить тебя, потому что он тоже очень любит свою сестру. А я помогу ему. И мы по-своему будем правы. Прощай. Кларенс пришел к ней на следующую ночь. И она увидела его в окно. Это было перед рассветом. И его фигура обрисовалась на фоне забора, как дерево, которому срубили голову. Джульетта улыбнулась и сначала открыла окно и едва заметно помахала рукой. Потом окно закрылось. И скоро Джульетта показалась у двери черного хода в ночной рубашке и коротенькой вязаной кофточке, накинутой поверх нее. Отец не верил, что Кларенс придет. Брат не верил, что Джульетта без спроса выйдет к подметальщику. Бедняги спали. И, натрудившись, они крепко спали, как всегда, на исходе любой ночи. И они прозевали Джульетту. Прости меня. Ты не виноват. Я подумал, если все человечество все время идет вперед, почему в старинные времена люди находили свое счастье в золоченых кроватях, на высоких перинах, а теперь на сломанных ящиках из-под макарон? Скажи мне, Джульетта, ну, скажи что-нибудь. Я видела в кино, как жених увез невесту на яхте. На озере Мичиган в Чикаго много яхт. Ты был в Чикаго? Я искал там работу. Мы тоже будем счастливы, Кларенс. Да. Если меня не убьет Рич. Ты боишься? Я улыбаюсь. Я люблю тебя, Кларенс. Я тоже люблю тебя, Джульетта. Но у меня не скоро будет яхта. Зато у нас уже есть ночь. Сейчас рассвет. Мне пора. Ой, я потеряла ленту с головы. Ты подвязываешь ею на ночь волосы? Да. У тебя чудесные волосы. Помоги мне найти ленту. Кто-то идет. Это отец? Не знаю. Джульетта! Это брат. Идем скорее. Куда? Ко мне. Нет. Скорей. Я в одной рубашке. Возьмем такси. Ну как же? Скорей, Джульетта, скорей. Мистер Дагетти явился на четвертый день. Он узнал адрес в Гамильтоне. Отец не пожелал видеть Джульетту. Но он разговаривал с миссис Сейер. Это был странный разговор. Мистер Дагетти долго сидел молча. И мать Кларенса сказала первой. Не надо отнимать у них счастье. Нельзя отнять то, чего нет. Может быть, им повезет. Конечно. Кому-то должно вести в жизнь. Вы гадаете на картах? Нет. Хорошо. Погадаю у механической гадалки на Бродвее. Может быть, им повезет. Вы верите в гадание? Нет. А вы? Я тоже не верю. Какого черта, вы говорите, может быть, им повезет. Все кончено. Я пришел сказать, чтобы она не возвращалась. У них есть хотя бы кровать? Ну, вот и хорошо. А в ее комнате уже живет служанка. Раз они не решили биться головой об стенку, пусть бьются покрепче. Может быть, им повезет. Может быть, Кларенс станет президентом Америки. Лично я не мечтал, чтобы моя дочь стала женой президента. Нет. До свидания. А вы иногда приходите ко мне попробовать итальянского пирога. Иногда. Президент Америки и не знал, что у него появился такой грозный соперник. Джульетта рассказала Кларенсу про слова отца, подслушанные за дверью. И Кларенс, подметая улицу у подъезда отеля Гамильтон, все чаще воображал себя президентом. Он не въезжал в Белый дом и не принимал парадов на широкое зеленое овеню Пенсильвами. Не выступал в Конгрессе. Но в его уме без конца рождались самые лучшие решения. И у всех появлялась хорошая работа. Строились дома и мосты. И длинные армии счастливых молодых людей шли утром на работу, приветствуя Кларенса. Подметая улицу, он иногда сам разговаривал с президентом. Разве я только и могу, что держать вот эту метлу? Господин президент, мне 22 года. И я весь полон сил. Пусть меня никогда и ничему не учили. Все равно, дайте дело моим рукам. Дайте мне настоящую работу. Закончив подметать, Кларенс, как всегда, запер метлу и ведро в уличную кладовочку за телефонной будкой. Ну вот и все его дело. Недолгое. Теперь он пойдет искать другое. И везде он будет слышать нет, нет, работы нет, и все же он пойдет. За телефонной будкой на высоком стуле обычно сидел юноша-пуэрториканец Бернардо. И, видя, как к отелю подкатывала машина, спрыгивал на тротуар и, вручив владельцу машины талон, отгонял ее на стоянку, а владелец шагал в отель. Кларенс посмотрел и удивился. Бернардо еще не было на своем месте. В первый миг он вздрогнул от радости. Вот, работа! Он искал ее всюду, а она под ногами. Они будут счастливы! Джульетта сказала правду. Они будут счастливы! Он кинулся к стеклянным дверям гостиницы, чтобы сейчас же поговорить с директором о новом месте. Но вдруг остановился. Надо подумать. Надо подождать. Директор еще не пришел, конечно, и Бернардо мог еще появиться до него. Мало ли что задержало парня. Кларенс медленной походкой прошел мимо дверей, решив оглянуться на стул Бернардо через двадцать шагов. Он не выдержал и посмотрел через десять. Стул был пуст. Кларенс вернулся и прошел десять шагов в другую сторону. Стул был пуст. Пуст. У подъезда отеля, качнувшись, замер длинный Крайслер. Это была машина самого директора. Кларенс бросился к дверце. Разрешите, сэр. Где Бернардо? Его еще нет, сэр. Он не пришел? Да, сэр. Но пока я буду тканять машины, сэр, чтобы люди не жаловались на Гамильто. Когда он придет, покажи ему, где лежит метла. И получу норы талоны. Слушай, сэр. Их было двое. Они пришли на другой день. Пришли и остановились, окружив стул, на котором теперь сидел Кларенс. Тебе придется слезть. Да? И не подумай. Здесь сидел Бернардо. Когда-то это было. Теперь я работаю вместо него. Я! Понятно? Нет, ты уберешься отсюда. Какого черта вы от меня хотите, ребята? Убирайтесь сами, или я позову полицию. Здесь сидел Бернардо. Я скорее умру, чем уступлю вам. Возможно. Ты взлетишь на небо, если хочешь. Вслед за Бернардо. А что случилось с Бернардо? Его убили. Ножом. Как? Ножом. Кто убил его? Да вот такие, как ты. Сразу влез на его место. Видали? Хорош, а? Бернардо есть мать, как у тебя, наверное. А отец давно на кладбище, как у меня. Это младший брат Бернардо. Он будет здесь сидеть. Директор, нетерпеливо выслушав Кларенса, ограничился одной фразой. Твоё дело. Ты видел, что улицу сегодня подметал старый Тресси? Он не может больше быть официантом. Окей. Окей. Всё в порядке. Всё в порядке. Его выбросили. Его выбросили. Его выбросили. Окей. Что скажет Джульетта? Ещё вчера она мечтала, как они пойдут к отцу. Едва только купит ей новое платье, а ему Кларенсу костюм. И вот он идёт по городу безработный. В этом городе много людей. В нём очень много людей. Но все они живут под одним небом. И сегодня Кларенс уступил своё счастье младшему брату Бернардо. Кларенс, ну что же ты скажешь, Джульетте? Он пересёк свою улицу и в нерешительности замедлил шаг. Перед ним стоял Рич, брат Джульетте. Ты выбрал слишком светлое время для драки. И очень плохой момент. Я зол. Я пришёл помочь тебе. Врёшь. Я не верю. Можно получить сразу пятьсот долларов. Может быть, даже тысячу? Или две? Можно получить пятьсот долларов. Как? Легко. Я познакомлю тебя с ребятами, которым нужна твоя помощь. Какая? Не знаю. Достаточно тебе того, что я покажу этих ребят. Им нужна машина, остальное они скажут сами. Ну пойдём. Ринальдо, Ринальдо, вот он. Садитесь. Мне нужна машина, чтобы почистить магазин. Ты отгоняешь машина, ты отгоняешь машину на стоянку от своего отеля, так? Мы садимся, и ты быстро подвозишь нас к магазину. Тебе ясно? Ну ты что, слышишь или нет? Я слушаю музыку. Ну ты не трусь, не трусь. Мы выйдем, а ты уедешь. Вот и всё. Зачем это тебе нужно? А уж это не твоё дело. Я хочу знать. Хорошо. Я приезжаю на одной машине, а уезжаю на другой. Она будет ждать меня. И никто никогда не узнает, какую хватить. Ты понял? Он запутывает шпиков. Видно, это знатный магазин, если его охраняют шпики. Ну так можно подъехать на такси. Мне нужна машина без свидетелей. Хороший кадиллак, не вызывающий подозрений. Ну, ты хочешь, чтобы я отвлёк шпиков и попался вместо тебя? А разве я не плачу тебе за риск 500 долларов вперёд? Может быть, ты хочешь тысячу? Или не умеешь быстро ездить, а? И что у тебя найдут, если даже зацапают? Пустая машина, а? Я не глупее тебя. Он трус. Пусть даст хоть ключи от машины. Ключей тоже не дам. Что-то он много разговаривает. А у меня есть время. Сегодня меня уволили с работы. Я не знал. Ринальдо. Зато он теперь знает слишком много. Это плохо для него. Чепуха. Я не знаю магазина. Поэтому я буду молчать. Успокойтесь. Кому нужны слова о том, что несколько молодых бандитов собираются ограбить какой-то магазин? Бандитов. А ты не трус. Но мне всё равно жалко тебя. Ты зачем мне морочил голову? Что показать свою храбрость? Нет. Я не скажу ни слова. Если Рич уйдёт вместе со мной, и ты его забудешь. Поэтому я и говорю с тобой. Ты решил, значит, очень дёшево отделаться. Вы с Ричем будете молчать бесплатно, поскольку тебя деньги не интересуют, как я вижу. А Рич показал себя круглым идиотом. Ну что ж, чёрт с ним. Мы поедем на одной машине. Все. Все бандиты. Ты будешь сидеть в машине рядом с Ричем, пока мы заглянем в магазин. Если крикнешь, ты поедешь вместе с нами. И уж потом ты не откроешь рта, чтоб говорить гадости, сволочь. Удар сбоку оглушил Кларенса на месте. Он упал грудью на стол, как мешок. Его голову выставили из автомобиля наружу. И скоро он окончательно очнулся. Его поддерживал Рич. Ты подлец и негодяй. И из-за тебя я должен молчать. Из-за Джульетты. Я тоже пришёл к тебе из-за неё. Откуда ты узнал, что я отгоняю машины на стоянку? От Джульетты. Она приходила вчера к нам за едой. У неё будет ребёнок. К несчастью. Как? Ребёнок! Тихо, увы. Автомобиль остановился прямо у ювелирного магазина с вывеской кортье. Вылезая, кто-то бросил в стекло камень. Стекло разбилось в дребезги. Ринальдо сидел за рулём, держал пистолет в руке и, не моргая, смотрел на Кларенса и Рича, пока остальные очищали витрину. Через минуту всё было кончено. Они мчались прочь. За ним игналась полиция. Как нужна другая машина. Они проскочили через мост, промчались куда-то по другому берегу, завернули в тоннель, пересекли реку под землёй и так вернулись на Манхэттен, остров обросший небоскрёбами. Где-то в глухой улице они остановились. Вылезайте. Ты возьмёшь у меня сто долларов? Ты их заработал. Нет, не возьму. Ах, вот как. Ну что ж. Тогда, пожалуй, проводите их, Джинно Чезаре. Окей. Машина умчалась куда-то в сторону автомобильной свалки, а они остались вчетвером на берегу реки, блестевшей мазутными пятнами. Они прошли немного. Рич шёл рядом с Кларенсом. За ними, как тени, двое из шайки Ринальдо. Ну, хватит. Стой. И в тот же миг Кларенс понял, что надо бить первым. И стукнул Джинно ногой в живот. Он ждал самого страшного, удара ножом сзади. Но, оглянувшись, увидел, что на Чезаре висел Рич. Джинно ползал отысковый пистолет на асфальте. Кларенс снова замахнулся ногой, но Джинно вскочил и тут же побежал прочь. Он не хотел попасться в кулачной драке с Кларенсом или без оружия боялся драться. А Чезаре, вырвавшись, избивал Рича, и Кларенс кинулся выручать его. Возвращались они долго, потому что у них не было ни цента в карманах на автобус. Не зайдем ли мы в полицию? Нет. Мы тоже были у Куртье. Кто поверит, что в пустую? А Ринальда? Если будем молчать, он, быть может, оставить нас в покое. Может быть. Это ты во всем виноват. У меня есть совесть, что ты делаешь. Я не хочу бриллиантов в Куртье. А мне наплевать на Куртье. И на всех. И на твою совесть. Я не знаю, почему ты родился уродом. Просто я никогда ничего не крал, кроме Джульетты. Кларенс пришел домой поздно. Все уже спали. Джульетта! Джульетта! Ты не спишь? Слышишь? Да, Кларенс. Джульетта! Я узнал от Рича. У нас будет ребенок? Да, господин президент. У вас будет ребенок. Даже в такой день ты делаешь меня счастливым. Но почему же ты молчала до сих пор? Я боялась сделать тебя несчастной. Мне хотелось бы подарить тебе столько счастья, сколько ты даришь мне. Они лежали, взявшись за руки в своей маленькой комнате на девятом этаже старого дома, боясь шелохнуться, как будто счастье могло взлететь и унестись от них, как пушинка. Ты знаешь, я не думал, что можно так любить, как я люблю тебя, Джульетта. Вот недавно я смеялся над рассказами товарищей разными историями, о которых в книгах пишут. Значит, пришло наше время. Теперь будут другие смеяться над нами. Таковы люди. Таковы люди. Кларенс, Кларенс, что с тобой? Джульетта, я сегодня потерял работу. Послушай, Кларенс, давай уедем отсюда. Уедем далеко-далеко. Да куда же ехать? Я уже все передумал. В Калифорнию. Там хватает своих. Да потом, разве мы можем сейчас уезжать из дома? Ведь у нас есть дом. У нас будет ребенок. Да должен же я устроиться в конце концов. Утром Кларенс пошел по городу. Ему казалось, что надежда прячется за каждым углом. Надо только быть неутомимым. Через несколько дней он зарегистрировался и в бюро по выдаче пособий, и в агентстве по найму. Но это было безнадежно. Прошло еще много дней и никакой работы. Кларенс, на Конкорде открылся новый летний ресторан. Кажется, меня бы взяли туда официанткой. Но ведь это же в сорока милях от Нью-Йорка. Да, дорогой. Но зато будут деньги. Правда, мне придется там и жить. Но все же хоть сезонная работа, пока еще лето. Кто предложил тебе эту работу? Твоя сестра. Айрин? Кларенс вскочил и кинулся в комнату Айрин. Айрин! Айрин! Айрин, что ты выдумала про Конкорд? Я ничего не выдумывала. Я сама еду туда. Официантка на Конкорде. Это только дура может такое прозевать. Айрин, кто тебя позвал туда? Роджер Спитлер. Ты его не знаешь? Ну, а я знаю. Деньги зарабатывать нужно. Слушай, Айрин, ты думаешь, так просто зовут девушку на курорты, еще предлагая место официантке? Ты думаешь, в свободное время будешь играть в теннис с мистером Спитлером? Нет, не думаю. Что? Не думаю ни о чем. Вот и все. И слушай, что я тебе скажу. Отпусти со мной Джульетту. Мистер Спитлер возьмет ее ради меня. Но я посмотрю за ней. Я обещаю. Ну, иначе же вы пропадете. Разве ты этого не видишь? Не кричи, как истеричка. Услышу, Джульетта, разве я ей не верю? Я не хочу, чтобы ты ехала туда. Я же давно заметил, как ты стала красить губы. Ты всегда был очень внимателен ко мне. Замолчи, Айрин. Он попросил их подождать два дня. Ибо ведь, если на земле случаются чудеса, то должно случиться чудо. И, наконец, чудо произошло. Ему чертовски повезло. Он устроился шофером-грузчиком на маленькой фабричке дамских шляп в Пелесайц за Гудзоном. Правда, немыслимо далеко было ездить туда по длинному-длинному мосту Джорджа Вашингтона. Но какое это имело значение? Ему платили больше, чем за орудование метлой возле отеля Гамильтон. Через три недели мать стала откладывать деньги на ремонт комнаты. А Кларенс купил для Джульетты красивую черную юбку. Она очень гармонировала с ее старой красной блузкой. Теперь он любил насвистывая подъезжать к бензоколонке, закуривать с ребятами по сигаретке, которые теперь водились в его кармане, и потом мчаться назад в Пелесайц за новой партией летних шляп по длинному мосту, висящему на тонких нитях тросах. Ему нравилось так же вставать на рассвете, когда в городе еще мерцали, остывая ночные огни реклам, и скакать по ступеням Сабвея, поезд мчал Кларенса к другому концу города, к началу трудового дня. Он ведь хотел и умел работать. Так прошел месяц. Сегодня у дверей фабрики толпились люди. Если бы он умел скрывать, он бродил весь день по городу, сидел у реки и вернулся домой в положенный час. Но Джульетта только глянула на него и сразу все поняла. В черных глазах ее появились незнакомые, недобрые отблески сметенной догадки. Джульетта... Нет, Кларенс, нет, молчи. Поехала бы я лучше на Конкорд. Кларенс, я хотела помочь тебе. Я так хочу помочь тебе. Глаза ее наполнились слезами, как чашечки цветов наполняются дождем. Слезы перелились и побежали по щекам. Прости меня. За что? За что тебя прощать, Кларенс? Ты ведь не виноват. Если бы у меня попросил прощения президент или хотя бы мистер Спарк. Весь следующий день он опять бродил по старым улицам и слышал старые слова «Нет, нет, работы нет, нет». Его все время тянуло к дому и, вернувшись, он увидел то, чего боялся. Джульетта уходила прочь от дома по узкому тротуару. Она была уже далеко. Он узнал ее по красной блузке и юбке. Она уходила совсем. Уходила, чтобы помочь ему. Как тень он проводил Джульетту до Грэнэч Виллэч. И потом шел и шел через весь город. Длинный город, огромный город. Наконец он вышел на мост Джорджа Вашингтона. И тогда Кларенс понял, зачем шел сюда. Он дошел до первой арки моста, уцепившись за стальную перекладину, подтянулся на руках, пока нога не коснулась другой перекладины и полез вверх по одной из ажурных стоек металлической арки. Выше, еще выше, город опускался. Опускались автобусы на мосту. Под мостом серебрился гудзон. Выше, еще выше. Кларенса заметили. Скоро внизу собралась толпа. «Эй, не дури! Это глупо, парень! Ты сорвешься! Я прыгну в гудзон, если среди вас нет человека, который даст мне работу! Это плохая шутка! Ты сорвешься! Ты еще насидишься за решеткой! Кто даст мне работу? По столу! Слезай сейчас же! Что он там делает? Ищет работу. Он сумасшедший! Все мы сумасшедшие, если ничего не можем сделать. Ну, скажите же, кто-нибудь, что даете ему работу. У вас есть работа, вы скажите. Надо обмануть его. А завтра? А завтра он прыгнет, как пить дать. Эй, побойся Бога! Слезай, тебя говорят! Я прошу работу! Дайте мне работу! Кто даст мне работу? Болван! Стой! Назад! Уцепившись руками за ребро балки, Кларенс повис в воздухе. У него заныло сердце. Он запрокинул голову. И небоскребы сразу легли в кость, когда Кларенс разжал руки. Вечерние газеты писали о нем. Сообщалось, что причина самоубийства неизвестна. Но уже к утру все прояснилось. Жители города узнали, что виной его смерти была неудачная любовь. маркетинга вери